МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе задняя передача 100 лет компании Морган. Наверное, нет, не было и уже никогда не будет автомобильной фирмы, которая бы умудрилась выжить и сохранить независимость вопреки всем законам жанра. Закрытое семейное дело, смена модельного ряда, раз в 40-50 лет. Мелкосерийное производство по технологиям столетней давности. Но в 1899 году выпускник технического куледжа Гарри Фредерик Стэнли Морган не думал о том, что он создаст. Влюбленный в паровозы, он устраивается чертежником в локомотивную компанию, но поездка на трехсильном Бенце и бензин заиграл в его крови навсегда. И уже в 1906 он открывает мастерскую и шоурум по обслуживанию и продаже Уолзли и Дораков. А через три года рождается свой первенец. Начиналось все вот с таких вот двухцилиндровых пятисильных трехколесных тележек. К сожалению, это не оригинал, это реплика, но очень любовные, хорошо сделанные. Концепция на долгие годы оставалась неизменной. И в принципе, вот трехколесные тележки Морган с двухцилиндровыми двигателями впереди определили на долгое время приоритеты английских гонщиков-любителей. Это были потрясающие, легкие и довольно быстрые гоночные машинки, на которых устраивались всевозможные соревнования от кольцевых гонок до подъемов на холм. Двухцилиндровый семисильный мотор Peugeot и легкая пространственная рама собственной конструкции. Трехколесная схема подсмотрена у почившей уже не весь когда компания Eagle, но это не помешало Моргану запатентовать свою смешную самобеглую тележку. И было за что, ведь машинка почти ничего не весила, так что даже семи сил хватало, чтобы получить почти гоночные показатели соотношения массы и мощности 90 сил на тонну. А независимая подвеска наделяла машинку острой, отменной управляемостью. И уже в 1910 году начинается мелкосерийное производство. Два мотора на выбор. Восьмисильный двухцилиндровый и четырехсильный одноцилиндровый. Но при этом в любом варианте всего одно место. Название модели Runabout по мотивам класса маленьких, легких, юрких спортивных яхт полностью соответствует содержанию. Однако двухместный вариант напрашивался сам собой, и он доказал право на жизнь еще на стадии прототипа, одержав победу в гонке London Extra London. Новая модель пошла на ура, производство расширяется. На треке в Брукландс Ренебаут показывает среднюю скорость свыше 100 км в час в 60-минутном заезде. И Морганы идут дальше, предлагая на том же трехколесном шасси полноценный четырехместный кузов. А вот четвертое колесо появится много позже. Потом Морган пришел вот к этой конструкции. Конструкции, которая с 1936 года постепенно эволюционирует до наших дней. Мелкосерийное производство четырехколесной модели начнется годом позже, в 37-м. Пока только для спорта. Да и зачем? Ведь трехколески еще неплохо продавались. А новая машина 42-х сильным двигателем Climax в 38-м достойно финиширует в Лимане, а в 39-м уже побеждают в своем классе. Путь гражданской версии открыт. Фордовский литровый мотор оснастили нагнетателем, и теперь небольшая легкая машинка может набирать 130 километров в час. Кстати, Морганы в разное время экспериментировали с разными моторами, но своих двигателей никогда не делали. Война прерывает продвижение новой машины на рынок, не до родстеров. Вместо машин комплектующие для зениток и оборудование для дозаправки бомбардировщиков в воздухе. Кстати, систему эту придумал моргановский инженер. Но зато после победы Морган 4.4, как незамысловато назвали четырехколесную четырехместную модель, стал еще совершеннее. Дефицит стали заставил использовать для кузовных панелей алюминий, и машина стала еще легче. А с учетом нового мотора Special Standard в 1267 кубов куда динамичнее. Занято, что в 47-м Морганы возобновили производство не только четырехколесной машины, но и старой трехколески. Последний экземпляр, который был отправлен в Австралию аж в 1950 году. Но менее аскетичная модель 4.4 пользовалась за пределами Британии куда большим успехом. Ее прелесть раскусили в США, Канаде, Австралии, Южной Африке и континентальной Европе. Успех надо было подкреплять большими возможностями. А это более мощный мотор, и уже в 49-м под капотом Морганов появляется двигатель Vanguard в 1800 кубов. А годом позже этот мотор вырастает до 2 литров. Модель называется PLUS 4. Ей предстоит победить в британском чемпионате по ралли 51-52 годов. Обрести помимо четырехместного двухместный кузов и новый мотор триумф в 90 сил. Меняется немного и дизайн. В угоду аэродинамики радиатор прячут поглубже. И появляется приглаженная фальш-радиаторная решетка. Оформленный в таком стиле Morgan называют машиной второй серии. Под капотом уже 100-сильный мотор от третьего триумфа. Успех этой модификации закрепляет Кристофер Лоурин с победой в двухлитровом классе в 24-часовой гонке в Лимане в 62-м году. Триумфовские моторы продолжают сменять друг друга под капотами Моргана. Но 105-сильный агрегат от 4-го триумфа стал последним в этой череде. Возможности этого древнего двигателя уже исчерпаны. На смену приходит новенькая V-образно-аллюминиевая роверовская восьмерка. Новая модификация получает название PLUS 8. Кстати, несмотря на то, что в 70-х Морган уже попал в книгу рекордов Гиннеса как модель, дольше всех продержавшейся в производстве, машина рода из середины 30-х получает и не где-нибудь, а в Америке, где на тот момент действуют самые жесткие требования по безопасности и экологии, сертификат соответствия. В 80-х более дешевая модель PLUS 4 меняет моторы как перчатки. Fiat, Rover и Ford, наконец. А в 97-м на машину ставят подушки безопасности, и лист ожидания, очередь по-нашему, растет. Но растут и обороты производства. И к 1999 году на Моргане собирают по 11 машин в неделю, невиданные доселе темпы. Спрос на автомобиль требует соответствия его требованиям, ужесточающимся в геометрической прогрессии. Но появляется АБС, увеличивается гамма доступных моторов от простых четырехцилиндров до восьмерок. И самый мощный Морган разгоняется до сотни менее чем за 5 секунд. Посмотрите, преемственность налицо. Вот эту машину в 39-м году подготовили для 24-х часов Лимана. А вот, собственно, то, что сейчас до сих пор выпускает компания Морган. Это называется, попробуйте найти 10 отличий. Ну, отличия эти, безусловно, есть. И прежде всего они состоят в том, что современный Морган, как бы архаично он не выглядел, соответствует абсолютно всем требованиям, и прежде всего по экологии и, самое главное, безопасности. И это действительно удивительно. Как можно добиться такого, ничего принципиально не меняя в автомобиле с 36-го года? Кстати, тому немало способствует и консервативнейшая технология. Ведь до сих пор Морганы деревянные. Вот все эти металлические кузовные панели на самом деле держатся на пространственной конструкции из клееного ясеня. Дерево прекрасно компенсирует энергию удара, разрушается именно так, как нужно, оставляя водителю в кокпите достаточно живого, жилого пространства для того, чтобы он минимально пострадал. А ведь Морганы не только выглядят так же, как и 70 лет назад. Они собираются по тем же самым технологиям. Пространственная деревянная рама, на которую идет прежде всего ясень, сначала любовно выклеивается, а затем обвешивается металлическими панелями. И никакой сварки. Технология эта, по сути, каретная. Является своеобразной визитной карточкой компании, а специалисты, владеющие навыками, переходящими вместе с древними инструментами от отца к сыну, сродни людям, говорящим на мертвом языке. Занятно, что неизменной остается не только конструкция рамы и кузова. Передняя подвеска, например, оказалась настолько совершенна, что все незначительные изменения, в нее внесенные, носят исключительно эволюционный характер. А вот архаичное рулевое управление уступило место современной рейке. Да и лукасовские хромированные фары-люстры ушли в прошлое. Их сняли с производства, ибо кроме Моргана их уже давно никто не ставил. Пришлось интегрировать фары в крылья. При этом стоит заметить, что несмотря на свою антитехнологичность и 100% ручной труд, Морган стоит дешевле многих суперкаров. Его цена сопоставима с ротстерами престижных немецких брендов или с седанами представительского класса. Впрочем, сегодня Морган использует и другие ультрасовременные технологии. От дерева не осталось и следа. Равно, как и от рамы. 100% гоночная технология. Монокок из алюминия, к которому крепится подвеска, коробка, мотор, в данном случае или V-образная восьмерка, мощностью до 367 сил, родом от BMW, или топливные элементы. Впрочем, об этом чуть позже. Дебютировавший в 2000 году Морган Аэро-8 и последовавший за ним пока уникальный Аэромакс показали, что консерватизм этой исключительно британской компании не попытка бегства от действительности, а стиль работы. А если надо привлечь новую аудиторию, то вот, пожалуйста, торжество технологий 21 века. При этом полное соблюдение традиций и прежде всего в том, что касается веса. Помните, те самые очень легкие трехколески? Так вот, несмотря на то, что мощность двигателя Аэро-8 367 сил можно назвать относительно скромной по меркам тех же суперкаров, его вес едва переваливает за тонну. Арастак, то очень простая математика. Итак, 367 сил BMW-шной V-образной восьмерки и тонна 100 килограммов веса. И это значит, что 4 секунды с нуля до сотни для Морган Аэро-8 или купе Аэромакс не проблема. Дело в том, что соотношение массы на мощность у этой машины примерно такое же, как у Ламборгини Мурсиелагу. Но просто ошеломляющий результат достигается иными методами. Методами, придуманными 100 лет назад и чудом уцелевшими. Методами, придуманными 100 килограммов веса. Вот этот Аэро-8 на алюминиевом монококе с мощной V-образной восьмеркой, с отточенными ездовыми характеристиками, ярко этому подтверждение. Более того, эта V-образная восьмерка уже тоже не топ. Морган вовсю готовит гибридную версию своего очень консервативного, идеологически консервативного спорткара. Ну а куда без новых технологий? Ведь Морган сейчас вступает в четвертую стадию развития. Послушайте, ведь в начале своего пути Морган делал трехколесные автомобильчики, они были очень успешны. Во-вторых, потом мы стали делать мощные суперкары. Потом мы вышли на новые технологии в плане шасси. И сейчас дружелюбные природе автомобили. Мы заняли шасси, заимствовали шасси у машины Морган Аэро-8, но поставили сюда гибридную силовую установку. И каждое колесо имеет свой электромотор. Таким образом, у нас полноприводный электромобиль. Это будущее. Без этого никуда не денешься. И мы должны это признать. Потому что сегодня все то, что враждебно природе, не имеет права на жизнь. Но, с другой стороны, поклонники классики могут не беспокоиться. Мы будем делать по-прежнему машины с мощными V-образными бензиновыми восьмерками. Вот таков он Морган. Уникальный случай. Продержаться сто лет, не вывести бизнес за пределы семьи, сохранить штучное производство и, самое главное, немыслимые сочетания преданий старинной глубокой космических технологий. Такого больше в автомобильном бизнесе нет. И кроме Моргана уже не будет. Субтитры создавал DimaTorzok